В Грузии новый скандал вокруг бывшего президента страны. Телеканал «Рустави-2» подтвердил, что аудиозаписи, на которых Михаил Саакашвили призывает руководство компании готовить боевиков для сопротивления властям, подлинны. Утечка записи разговора, которая надела много шума, произошла на минувшей неделе. На неком сетевом ресурсе, его называют украинским «Викиликс», появились расшифровки записей телефонных переговоров Саакашвили с генеральным директором канала, у которого в последнее время появились проблемы. В частности, судебный спор с бывшим владельцем компании. Топ-менеджер «Рустави-2» провел специальный брифинг, чтобы дать пояснение, но получилось похоже на невольное признание. Первую очередь Саакашвили мой друг, и я прислушиваюсь к его мнению, однако не намерен выполнять его советов. Мы боремся лишь за свободу слова, мы не политическая партия, а телевидение, и наше дело снимать и показывать то, что происходит, а не оказывать силовое сопротивление. Скандальная беседа состоялась 19 октября. В ходе ее глава компании пожаловался на то, что может утратить контроль над каналом, если суд примет решение вернуть «Рустави-2» бывшему владельцу. На что получил дружеский совет от бывшего президента Грузии, а ныне губернатора на Украине, оказать сопротивление. Получается законному постановлению властей противопоставить революционный сценарий с боевиками. Ну что, брат Николос, устал? Да, устал, но ничего. Ну ты поддержи коллектор. А как вы это себе представляете? Работайте по революционному сценарию. Вы должны оказать сопротивление властям при возможном захвате телекомпании. Постройте баррикады, именно забаррикадироваться и спокойно стоять несколько недель. Вы должны выстроить большие баррикады. Надо уже начать готовиться. Железки и так далее используйте. Постройте размером с тюремный забор. Затем несколько охранных пунктов поставьте. Ясно, я понял. Вы должны оказать физическое сопротивление, чтобы очень сложно было войти. Баррикады, много железных конструкций. Сейчас начинайте готовиться. Если вы сможете продержаться одну неделю, им уже сложно будет. С финансированием проблемы у нас, надеюсь, поможете. Какое финансирование? Это обычная война. Да, но элементарно нам нужно будет там что-то есть. Мы рассчитываем на неделю. Найдите боевиков, которые вас будут защищать, чтобы они смогли войти в здание, только применив оружие. Вот теперь в РУСТАВИ-2 заявляют, что сами пойдут в суд и будут добиваться уголовного дела о незаконной прослушке. Эксперты уверены, прокуратура вполне может отреагировать, если не на саму прослушку, то на те сведения, которые в результате вскрылись. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова